Продолжение следует... 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 То на станцию в Лепих уехали, в Подсчетное уехали, по разным другим населенным пунктам и городам люди по разъехались. Последнее, можно сказать, уехали наши родители. Мы уже ездили в Киргизии, вот, приехали туда, дом сгорел. Все. На месте деревни не осталось ни одного дома. Но единственное, что осталось от прежней деревни, это вот эти полуразрушенные стены этого колхозного клуба. Ни перекрытия не было, ничего, стены были буквально за окон разобранные даже. Здесь началось, скажем, такое перестройка. Хотя перестроить, конечно, ничего не настроили. Но такое время, как вы сказали, благоприятное для этого начала. Мы решили, чтобы попробовать восстановить наш поселок. И в 91-м году, 14 мая, я приехал сюда. Со мной были Надежда Васильевна, жена отца Игнатия, брата Игнатия. И еще одна сестра Валентина Афанасьевна. Она где-то там в Красноярском крае сейчас. Собой привез я 8 гусят маленьких и 2 курочки и петушка декоративная. Это все хозяйство было. Но в первый же вечер мы договорились, что коровы. Я купил корову на утро, 1700 заплатил. Это все, что было до копейки денег. Родили палатку. И с этого началось у нас возрождение деревни. Был там, значит, клич. Друзья, кто были у меня, где я служил, в имени, других, родственники. Приезжали, делали сами, в саман, кирпич, это глина с соломой мешали. Мы ногами все это месили. Пока однажды один молодой человек, смотрю, на легковой машине подъезжает, он подходит, а другие, значит, из Ахолка веревками тянут бревно. Там, Василий, ну, спилили надо, нам столбили. И веревками тянут, взяли. Он, что это вы делаете, ребята? Ну, как что, мы, лошади нет, купить не нужно. Пока и попробовали мы, ну, взять в долг не дают никто. А это был директор Котниковского совхоза, 20 километров от нас здесь, Валерий Григорьевич Иконин. Он посмотрел, покачал голову, уехал. Прошло несколько дней, в воскресенье, мы молились в палатке. Было у нас церковь образована. После моления выходим, пообедали, смотрю, подъезжает человек на лошади в седле. И говорит, где какой-то, называет меня. Я говорю, вот я. Он снимает седло, седло, говорит, мое, вот лошадь, это вам велели передать. Кто? Директор, говорит, совхоз, сказал, вам лошади. Я говорю, а что? Мое дело сказали, доставить, и все. За ним приехало. В москвичном, где он уехал, это зоотехник совхоза был. А потом, через две недели, он привозит мне квитанцию. Официально продали нам 300 килограмм мяса, там, говядь, это, конины. Там, ну, по нормальной цене, там, вышло совсем недорого. Тысячу с чем-то там было. Ну, потом мы рассчитали. Вот так это было первое такое начинание. А с лошади есть, мы теперь уже на лошади бревна тащим. И глину мешаем на лошади. Теперь у нас дело пошло. А нет ни одной доски, ни одной доски нет. И вдруг приходят два самоосвала, зил, полные, груженые деревянными ящиками. Ящики там из-под обуви бывают, там, это, с торговой базой. И вот это у нас богатство такое. Сегодня, сказал, это же, ну, поджечь и все. А тогда мы все это разбирали, это все. Работал у нас в Киргизии, приехал мальчик такой. Его звали Саша Бойченко. Потом он стал отец Алексеем. Знаешь, что он его сказал? Бойченко. Потом его запретили, он где-то близко там был. И он, по-моему, подал, что вообще он. Бойченко. Вот. Вот это было такое начинание всего этого. Но постепенно стали люди приезжать. Был составлен нами устав. Было дано объявление в средствах массовой информации. По первому каналу было, в аргументах фактов. В российских газетах и других газетах были объявления. Но многие отвлекались. Оно, знаете, какое было тогда, уже выработанное в людях такое, что... Чтобы ничего не делать, а оклад получать, оклад. Пишет письмо. Я, говорит, приеду, но жилье мне когда будет предоставлено. И какой оклад у меня будет? А у нас вовремя написано. Каждый строится сам, своими силами, на свои средства. Помощи нет на отходах. Но постепенно стала школа. Стало, со школой было очень трудно. Только в Барнауле, Игнатий Тихоми, там более 30 раз пришлось посетить разное... Инстанции. Инстанции. Инстанции власти. Наконец, все-таки, собирается районная сессия. И на районной сессии депутатов разбирают этот вопрос. Дать школу потеряете или нет? Долгое решение. Наконец, все-таки, вы решили, что отдельно так и дело. Но мы входим в Корченскую среднюю школу. Кирилл Корченской средней школы. Учителя у нас имеются в высшее педагогическое образование. Учлены нашей общины. Один год у нас было самое много. 25 детей в школе было. На сегодняшний день у нас... Несколько выпусков было у нас девятых классов. Вот на сегодняшний день в году у нас 5 учеников только было. Три учителя. Вот в этом году три выпускника девятого класса. Остается пока два ученика. Вот подрастает у нас Варлаам, Назарий, и втичий. Он у нас на руках у матери. Вот, вот подрастает. Вот это Варлаам. 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 А в Назарий где? В Назарий где? В Назарий вон. Спрятан Назарий. Пойдем сейчас заплатим. А в Тихий будем остаться. Нет, нет. Нет, нет. Вот, покажи. Назарий. А вон не в Тихий еще, это балдаев семья. А вот Назарий. Если имена по графику какие дают, интересно рассказать вам. Стоит так. Школа была открыта. Зарегистрировали деревню. Это тоже было непросто. Что на Алтае было разрушено более 300 деревень. Более 300 деревень. Построил 360. 360. Вернулись только статус одна деревня. Один человек в нашем районе еще пытался. Богатый человек, с деньгами все. Точно так же такую деревню забросил. У него ничего не получилось. Он построил дома, жителям там. И где-то там работаешь что-то. Но люди были разные. И началось у него пьянство, ворозство, драка. И все прекратилось разрушилось. Ничего. А у нас было устав. Мы сразу. И поэтому уставы принимали людей, кто жил в Судан-Судбург. Если бы так, то может быть много было. Но что бы было, мы не знаем. Меня часто спрашивают. А у вас, батюшка, большая община? Я говорю, а какое брать исчисление? Коэффициент или как сказать? Критерий. Критерий, да. Если брать по числу членов общины, то нет, она небольшая совсем. Но если брать по проценту, отношение к числу жителей населенного пункта, то у меня, я говорю, очень большая. Сто процентов. Да. Ну вот так вот. Относительно школы. Этот вопрос сегодня так же тревожит нас. Потому что идет такое, уже это по всей России. Это не только что у нас. По всей России идет такое, что уничтожение вот таких малокомплектных школ. Хотя и приняты были какие-то попытки, чтобы как-то сохранить. Но это идет. И люди уезжают. То есть сегодняшний день закрывается еще тысячи и тысячи населенных пунктов. И вот на августе сессии Крайового Совета, здесь немного я зачитаю такое, народный депутат, должен был рассматриваться законопроектом малокомплектной школы Края. Однако депутаты, в основном фракции «Единая Россия», не проголосовали даже за отключение этого вопроса в повестку дня сессии. Сегодня мы публикуемся на грамму выступления председателя Комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике Даниловой, которая начала свое выступление со слов президента. Слова президента. Малокомплектная школа финансируется из бюджета, и они получают большое количество денег, которые, в принципе, можно было бы тратить на качественное обучение. Говорил президент, когда обсуждались вопросы наблюдательного обеспечения реализации нацпроектов. То есть, как бы было в малокомплектной школах образование не очень качественное. Хотя, когда наши девятые классы сдают экзамены, то не у нас здесь, а там сдают. В Корщино или там Мамонтово где. То там нет ни одного отличного. А у нас все на пять издали. Ну, представьте, уделяет внимание или у тридцати человеку, или двух, пяти, трех человекам. Но есть в стране такие места, где без малокомплектной школы просто не обойтись. И проблемы таких школ нужно решать в ручном режиме и не грести под аду к ребенку. Сельская школа, как ни приспорно, отдана нам оттуда идеям рыночной экономики. Финансированный процесс закрытия малокомплектной школы идет без всякого понимания последствий. А ведь эти школы составляют золотой фонд отечественной педагогики. Они спасают малое поселение от деградации, духовного разрушения. Губернаторы Псковска, Ленинградска, Оренбургская властей уже приняли решение по сохранению сельских пол, как бы затрат на это ни было. В маленьких школах учитель не просто работает, он живет жизнью детей. Сельский учитель воспринимает свою школу как родной дом, где отдавать душевное тепло так же естественно, как в собственной семье. Если главный аргумент сторонников закрытия малокомплектных школ, плохое качество знания, необходимо подумать, как изменить это положение дел через включенность каждого школьника в учебный процесс, обеспечение индивидуального темпа остроения каждым учеником учебного содержания на основе технологии коллективного способа учения. Кроме того, подумать, как сделать менее затратный механизм обучения учащихся сельских малочисленных школ, чтобы качество преподавания предметов этих школ оставалось высоким. Таким образом, решить проблемы организации деятельности малочисленных сельских школ. Закон, который мы вносим на ваше рассмотрение, касается сотен учителей, многих сотен учеников, а еще и множество самых отдаленных сельских граждан, которые и так-то держатся из последних сил, чтобы не плюнуть на все и убраться с этой обезлюдившей земли. Кстати, ваши коллеги по партии и нароссы Томской областной думы инициировали принятие восстановления о финансированной окоплетной школе, что стала реакцией законодателей на поток обращений к ним учителей, родителей, руководителей коллективов школ. Говорите о контронате, просите брать детей в семьи, чтобы у них был дом, а эти же детей, те же приемных родителей, должны отдавать чужой тете в интернаты и другие села и город. Губернаторы приходят и уходят, так же, как и главы района и депутаты, а люди остаются или не остаются. Далее, как говорится, говорит Гамлет Тевшина. Мы прекрасно понимаем, что, следуя интересам деревенской школы, внося региональный закон, мы приходим в противоречие с замыслами Министерства образования по закрытию 5,5 тысяч молокоплетных сельских школ. Поэтому мы понимаем, почему вы, Александр Богданович, дали отрицательное заключение на наш закон. Пусть оно будет для отчета, для той власти, которая не бедует, а может и не бедует, что творит. Если говорить о проблеме малокоплетной школы, необходимо четко и ясно определить само понятие малокоплетной школы, что мы и сделали в нашем законопроекте. Но, на мой взгляд, оценивать малокомплектную школу как образовательное учреждение с определенным количеством учеников или классов не совсем верно, особенно с точки зрения стратегической безопасности России, сохранения ее территориальной ценности. По большому счету, малокомплектная школа представляет сегодня присутствие государства в небольшом населенном пункте, в большей степени, чем орган самоуправления, с которым жители села, деревни, сталкиваются в случаях, в случаях, со школой же, ежедневно, в течение всего учебного года. Да и за пределами учебного года тоже. Многие специалисты справедливо считают, что школа в большинстве сельских населенных пунктов является последним городообразующим предприятием, последней скрепкой, удерживающей сельское население на месте после преступного разрушения колхозов и совхозов. Я считаю, что значение школы на селе еще шире. Это государство, присутственное и социообразующее предприятие. Вспомните, с чего начиналось со своими Сибири, в том числе и Алтая. С возведения острогов, крепостей в безлюдном, либо населенных, коренным населением местах. Вийская, Белоярская крепости и другие. А что такое крепость или острог? Это знак присутствия в данной местности российского государства. И если с разрушением их на какое-то время прекращалось присутствие российского государства на конкретной территории, то с полной уверенностью можно сказать, что мы сегодня тоже ведем речь о своем роде крепостях. Крепостях в виде малокопресных школ. То есть пока есть школа, населенный пункт будет жить. Нет школы, населенный пункт умирает. О крепостях, символизирующих присутствие государства в данной местности. О крепостях обеспечивающих сохранение грамотности, образованности и культуры данной группы сельского населения. О крепостях, позволяющих жителям небольших сел сохранить свою общность, как жителям именно этого села. И что особенно важно, оставаясь ими, связать и идентифицировать себя и данное место с именем российского государства. Если мы не хотим и дальше убивать наши села и деревни, обезлюдивать все новые и новые территории, если мы не хотим, чтобы на этих территориях поселились дикость и необразованность, если мы не хотим, чтобы на этих территориях исчезли русский язык и культура, а вслед за этим пришли чуждые языки и культуры, со всеми пагубными последствиями этого, мы обязаны сохранять молокоплетные школы. И хватит, наконец, проявлять ложную и непродуманную озабоченность об экономической оправданности прекращения деятельности молокоплетных школ. Это, я говорю о так называемой нагруженности учителей молокоплетных школ с учетом той роли, которую играет малочисленная школа. Ну и далее, я говорю, им еще надо обмывать ученикам, учителей. Не надо считать, сколько учеников в одной школе, пусть даже два или три в классе. Давайте считать, сколько учеников дает молокоплетная школа краю. А это около 59 тысяч учащихся поселом таким небольшим. И что такое научить грамотно дать образование хотя бы одному такому ученику, как он, Моносов, история государства российского показала. Я прошу вас, коллеги, рассмотреть данный проект, направленный во имя благописи и конкретных детей реального учителя, вполне определенных родителей. Я прошу вас понять, что есть вещи сложнее 7-минутные, да к тому же и мнимых выгод. И права ребенка на семью, а не на одиночество дороже и важнее денег, которые мы собираемся сэкономить. Поверьте, что нам немного надо приложить усилий, чтобы сохранить ухрипив, оградив молокоплетную сельскую школу. Дать людям, живущим возле нее, уверенность в завтрашнем дне. А люди посмотрят, как власть. То есть мы с вами сберегли все-таки деревенскую школу. Уважаемый Александр Богданович, обращение к главе администрации края. Мудрость правителя состоит в умении предвидеть, лучше понести расходы в бюджете и сохранить молокоплетные школы. Причин для этого, думаю, привела до статуса, чем войти в историю с именем правителя, действия которого привели к пагубым для народа последствиям. И успехи и неудачи народ свяжет с вашим именем. Желаю вам мудрости. Еще одно Юрию Николаевичу. Денисов, начальник управления по образованию и делам молодежи. Для многих деревень замок на дверях школы, как последний гвоздь, крышку гроба, в котором похоронят эту деревню. Чтобы вы, возможно, еще раз поразмышлили над этой аналогией, я хочу передать для вас предмет, передать 200-миллиметровый гвоздь, который может быть и заставить вас серьезно поразмышлять над этим. Вот такое было. То есть, эта заботчинность не только наша, это уже и власти имущие имеют эту заботчинность. Нет школы, нет деревни. Они деревни пустого места. То есть, должны прийти, как один сказал. Надо, говорит, свои детей учить, говорит, китайскому языку. Потому что заброшенные земли, они не будут пустовать. Бог на их место послёдь других, которые будут здесь выращивать те помидоры, которые мы будем покупать. Ну вот так вот. Кто желает что добавить, пожалуйста. Всё, концерт. Концерт? Ну хорошо. Всё, давайте. Послушаем. У каждого, наверное, есть свой город, своё село, своё родное место. И для каждого оно красивее и лучше нашего. Но наше село принадлежит нам, и мы являемся его частью. И для нас оно самое красивое, самое родное. Ведь наше село — это все мы, люди, которые живут в нём, и те, кто её любят и приезжают сюда повезти. Шепчут в виде ласковые, нежные слова, от цветов душистых к лугам голова. Да и славь всё светит, как-то веселее от того, что нынче праздник населет. Детки на берёзах пустились в перепляс. Птички пением звонким развлекают нас. Мы плывут от пляжей, тучки в рожне, от того, что нынче праздник населет. Люблю тебя в любое время года, моё родное русское село. И в тёплый день, в любую непогоду, чтобы всегда мне на душе тетло. Кивает мне знакомая берёза, и я где-то и здрасте говорю. Как хорошо, как по-русски просто, есть в моём светлом, ласковом краю. И в этот день деревьев оживления и литя излучает дубный свет, празднует село свой день рождения. Многу радостных ему и добрых лет. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 День рождения села Это день рождения всех людей Которые жили и живут в нем Дорогие односельчане Поздравляем вас с Днем Села Есть на родных просторах наших Маленькие угороды Нет на земле родней и краше Здесь лишь одно дворог Здесь солнце ярче и теплее Здесь небо синева Люди, ущерб и добрее И сильнее трава В родных местах ромашкой пахнет ветер И до тропинки вся земля своя В родных местах и солнце ярче светит И серебристый голос у ручья Пусть не твердят, что есть края иные Что в ней есть иная красота А я люблю свои места родные Свои родные, милые места А я люблю свои места родные Свои родные, милые места Свои родные, милые места В родных местах у неба цвет синие В родных местах просторнее луга Свои родные, милые места Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А я люблю свои места родные Свои родные, милые места Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другого места нет еще прекрасней Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прошло несколько дней Первый дождь и теплые солнечные лучи Оживили маленькие луковицы И они медленно стали тянуться вверх Вскоре на поверхности показались Маленькие зеленые росочки А когда стало совсем тепло То произошло чудо В голову каждого маленького кустика Укразили чудесные цветы Вверх всякой красоты в этом мире Как прекрасен этот мир О, как прекрасен я! Какой симпатичный у меня сосед Разрешите представить нарцисс Самый красивый цветок на земле А меня зовут Тюльпан Очень приятно с тобой Вознакомиться Еще бы! Они стали дружить Тюльпан и нарцисс Хотя цветы были соседями Посаженными одним Подобниками Но по характеру они были Совсем разными Тюльпан был жизнерадостным Цветком Которым интересовало все Что происходило вокруг Нарцисс Нарцисс Более покружал себя Его внимание и большей части Привлекало его собственное Нарцисс Тюльпан 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 Как велиок Твой вкусный запах Ах, ну да! Духи мне великолепны! Даже эти глупые насекомые От их восторги! Нарцисс Нарцисс Вновь стал поправлять Свой наряд Разглаживать Лепестки Выпрямлять Стебелек Тюльпан Тюльпан Все больше прислушался К чебетами птиц К журчанию Ручейка Он любил Встречать Красоту Мезолин Слушать и шимать природу Но больше всего Его интересовали люди Они то и дело Проходили мимо Тюльпан прислушался К их разговорам И через некоторое время Познала в их жизни Совсем немало Для простого Садового цветка Тюльпан А что это за большие цветы? Какие цветы? Но которые ходят На двух длинных стеблях А места цветков У них круглые Распустившиеся бутоны И виски какие-то странные Вот голубые Это же люди Люди? Да Люди Я был сам Хотел знать О них больше Они самые Загадочные Существа на земле Они Нет Всего Ну вот еще Ты что-то в них нашел Никакой красоты Ходит с меня Спустившимися бутонами Так Так Рассуждали цветы А время Перешло И вскоре Теплые солнечные лучики Стали очень сильно Припекать Как и приказывали Воложки Наступало Лека Воложки Воложки Цветы 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 А люди? А люди, они тоже умирают? Я не знаю. Я бы сам хотел знать об этом. Как ты? Скажи, а люди, куда они идут от холода? Люди имеют дома, где тепло. Дома это такие большие закрытые клумбы. И в них живут люди. Да, ведь они живы не отстворения. А мы скоро замерзем и умрем. А люди, они тоже умирают? Да, все умирают. Я не знаю. Я не знаю. Я бы сам хотел знать об этом. Падал зимний ветер. Цветы слежились. На какое-то время они задремали. Им снились теплые солнечные лучи, журчание веселого ручейка, веселье суматоха птиц в саду. Иллюзии. Эти большие, загадочные цветы. Вдруг чей-то шаговый разговор разбудил их. На них неосторожно наступили чьи-то ботинки. Цветы тут же простили обидчикам, потому что то, что они услышали, изменило все. Ты слышал, нам слышали, не говорили о воскресенье. Да, я не понял. Неужели можно после смерти ожить воскресенье? Да, мы идем, но потом воскресенье. А я думал, что воскресенье – это просто день недели. Воскресенье – это жизнь после смерти. Когда же это произойдет? Должна вновь наступить весна, когда вся природа вновь проживет. И мы с тобой? И мы с тобой. Я вновь буду красивы и нарядны. Да, красивы и нарядны. И ты? И я. Цветы оживились. Они не замечали холода, и леденящего ветра. Они жили лесной. Надежда на воскресенье придала их твердость. Они уже больше не боялись смерти. Налетели серые снежные тучи. Зима вступала в свои права. Смотри, какие-то странные белые мухи. Это не мухи, это снег. Значит, наступила зима. И мы умываем. Больше они уже ничего не чувствовали. Вскоре леса накрылся белым пушистым одеялом. Снег спрятал под собой многих и многих обитателей прекрасного сада. Вновь пришла лесна. В первой же теплой дочке и солнечные лучи вновь оживили маленькие луколицы. В них проснула жизнь, и они стали медленно тянуться вверх. Вскоре на поверхности показались веселые зеленые росточки. А когда стало совсем тепло, то опять произошло чудо. В голову каждого маленького акустика украсили чудесные цветы для всякой красоты в этом мире. Цветы вновь просвели. Как же белья не рады опять увидеть друг друга. Целепан, науцис. Ты посмотри, явно цветов, какой же я красивый. Да и ты тоже. Я же говорю, что придет весна, и мы воскреснем. Целепан, вдруг скажи, а люди, эти большие цветы, они тоже умирают? Да, все умирают. И что, и у них тоже будет воскресенье? Я не знаю. Я бы и сам хотела узнать ответ на этот вопрос. А вы знаете ответ на этот вопрос? Библия говорит, что Христос воскрес из мертвых, и мы все воскресли в последний день. Только одни на вечной жизни, а другие на вечное суждение. А куда стремитесь вы? Христос воскрес. Ну, да. ПЕСНЯ 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 Спасибо. 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 Отначально. Учебного моего. Для этого должно быть не так сложно, а что захватил. Вот так. Отчего, contaminateammates. Вот здесь к стенке. Становитесь. Встречайте все! Сядь, 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 сядь. Сядь, сядь. Сядь, сядь, сядь. Сядь, сядь, сядь. Сядь, 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 сядь. Сядь, сядь. Сядь, сядь, сядь. Сядь, сядь, сядь. Сядь, сядь. Сядь, сядь, сядь. 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 Сядь. Сядь, сядь. Сядь, сядь. Сядь. Сядь, сядь. Сядь, сядь. Сядь, сядь. 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 Сядь.